Добрый день, друзья! В этом ролике хочу дать совет садоводам. Когда начинается сезон употребления персиков, ни в коем случае не выбрасывайте косточки от понравившихся экземпляров. У нас по судьбе так получилось, что в разные периоды жизни осваивали 4 дачи, поднимали их с целины, буквально с нуля. А когда доводилось их оставлять, то это был уже райский сад, в котором росли самые лучшие на свое время сорта разнообразных культур. Так вот, на всех дачах и сейчас на участке у родителей буквально все до единого персики выращены из семян. Хотя за свою жизнь покупали все возможные сорта и в питомниках, и просто на рынке, и черенки выписывали и прививали сами. Но у меня есть уже такое правило. Если растение не подходит по тем или иным характеристикам, я его либо дарю, или просто безжалостно выбраковываю. А персик, как известно, культура достаточно капризная. И что же по итогу за несколько уже десятилетий я могу сказать? Покупные, выписанные, привитые деревья были с вкусными плодами, но оказались сильно болезненными и недолговечными. Потому лет 20 назад отобрали мы семена от самых вкусных больших персиков, и в октябре месяце просто посадили на глубину 80 сантиметров. И на следующий год получили достаточно такой порядочный ряд семянцев. Персик культура скороспелая, однако, думаю, семянцы позже вступят в плодоношение. Может доведется и годиков пять подождать, чтобы потом посмотреть, получится хотя бы парочка каких-то приличных экземпляров, которые можно будет оставить. Это я так рассуждала, имея опыт с семянцами абрикосов. Думаю, самые более-менее съедобные оставлю, а все остальные удалим. И на четвертый год я была так огорчена, и знаете чем? Не тем, что вообще не оказалось приличного экземпляра, а тем, что все они оказались прекрасными. Но так как выгнали уже выше человеческого роста, то пересаживать их просто смысла не было. Парочку лучших, чтобы оставить, выбрать было нелегко, так как все были как на подбор. Это для меня было просто открытие. Один из этих персиков до сих пор плодоносит на старой даче, так как деревья эссенцев оказались прекрасно районированными, устойчивыми достаточно к заболеваниям и долговечными. А его потомки из семян, уже неизвестно какое поколение, растут сейчас у нас на участке. И не только у нас, а и у всех соседей. Первые годы даже целая очередь на семена была. Хотя многие, как и я, сперва не верили, что получится большой вкусный персик, а не дичка. Но этих семенцев я уже повидала несколько десятков. И практически все они были схожи и по вкусу, и по размеру плодов. Только могли отличаться по срокам плодоношения на недельку раньше или позже. Потому семена от наших персиков мы собираем всегда. И что еще заметила, друзья, бывают сезоны, когда посадишь красиво, рядочком, а весной высматриваешь, высматриваешь, ни одно не проклюнулось. Зато по всему участку в ненужных, самых неподходящих местах вылазят из косточек, которые разбрасывали гости, детлошня, когда ели персики и бегали по участку. Потому сейчас так и делаем. Съедаем с удовольствием персик, потом высматриваем подходящий уголочек и пуляем, как детки говорят. Не знаю, как у вас, но у нас бытует такое мнение, что чтобы сеянец персика получился с вкусными плодами, его необходимо как следует помучать. Раза три, как минимум, пересадить, подрезая корневую систему. Но у нас очень часто персики из косточек так и остаются расти на том же месте, где их зашли. И ничем абсолютно не отличались от своих пересаженных, то есть помученных братьев. Вот так, друзья, благодаря такому маленькому открытию персиков у нас всегда много. И сами наедаемся, и знакомых угощаем, которые часто восхищаются и интересуются сортом. Вот так, без особых хлопот и затрат, можно получить отличные персики у себя на участке. Тем более, что растут эти сенцы просто молниеносно. Вот как выглядит трехлеточка на конец августа. На следующий год она точно будет плодоносить, если, конечно, не случатся возвратные весенние заморозки. Именно из-за заморозков и не выложила эту съемку в прошлом году. Потому что хотелось показать вам наши персики во всей красе. Когда они, как правило, усыпаны плодами и ветки просто гнутся до земли. Надо опоры подставлять, чтобы они не ломались. Потому решила подождать следующего сезона. В этом году весна еще более холодная. И опять же, возвратные заморозки. Абрикосов вообще нигде нет в этом году. Представьте себе, для Центральной Украины это дива дивная. А персиков завязалось еще меньше, чем в прошлом году. Потому решила выкладывать, уже ждать нечего. И вот несколько слов напоследок хочу сказать про сенцы абрикосов. Абрикосы тоже очень быстро растут. Но там не так все просто, как с персиками. Сенцы очень не похожи по характеристикам друг на дружку. А так как плодоношение придется ждать тоже 3-4 года, то надо сразу определить, какие будут точно невкусные, горькие, мелкие. Если листочки мелкие и узкие, то и плоды будут точно такими невкусными. А если листочки такие широкие, ну то есть чем больше, чем шире, тем вкуснее и крупнее плоды. Хотя если участок большой, а сенцев там буквально парочка взошла, то можно их оставить, понаблюдать. Возможно они прекрасно будут зато на сушку идти, на компоты. Не обязательно, чтобы только десертные были плоды. Мы знаем, чем мельче плод, чем он более такой дикий по своим характеристикам, тем больше в нем витаминов да антиоксидантов. Вот такой мой совет вам, друзья. Собираем косточки, так как сенцы получаются районированными, морозоустойчивыми, устойчивыми к заболеваниям. И наш самый ранний вкусный абрикос выращен был тоже из семян. Правда, братики вовсе на него не походили горькие, мелкие. А вот у сенцев персиков, в отличие от абрикосов сенцев, все как на подбор, плоды всегда крупные, вкусные, просто бомбезные. Поэтому персики выращиваем только из семян. Продолжение следует...